всем привет дорогие друзья рад приветствовать вас у себя на канале не зря я выгнал тачку сегодня проходил выкидывал мусор и заметил в этой степи торчащий вот такой вентилятор думаю дай подойду гляну сейчас все покажу что я в этих кучах наколупал что мне по итогу удалось вытащить стоит горки хлама это вот часть от вентилятора черный металл потом вот всякие профили жестянка номерной знак вот еще жестянка зеркало от какой-то машины амортизатор еще всяких мурдяк тоже черный металл всякие гайки шланчики здесь тоже можно отрезать гвозди электроды пружины в общем черный металл вот этот вот я не знаю что такое вообще кто-нибудь может подскажет что это такое какой-то ролик трос идет не знаю для чего служил вот еще пол какой-то такой заточенный без понятия что это было проволока такую проволоку я оставляю в хозяйстве самый раз это уже цветной металл вот такой вот неплохой лист алюминий еще алюминий алюминий такие вот прибамбасы алюминиевые вот такое реле сделано в ссср тоже разберем вот еще переключатель от чего-то тоже сделано в ссср может от мотоцикла не знаю тут еще медные провода присутствуют взял камеру вырезал сосок камеру уже на помойку отправил банка алюминиевые это тоже от вентилятора но здесь к сожалению совсем пусто здесь вот только провод можно отрезать внутри внутри вообще ничего нет он невесомый медь еще медь это электротех вот такие вот части от бензопилы наверное от дружбы я как помню вот алюминий вот еще часть алюминиевые здесь черный металл еще надо будет отцепить здесь немного меди и вот такой вот жирничок можно сказать такой силовой кабель смотрите какой он толстый клемма латунные да латунь но вес такой ощущается видео начинается как всегда внезапно сегодня вообще не планировал ничего снимать занимаюсь на огороде своими делами черешни он посадил вчера начал одно видео снимать и короче телефон у меня остался вон там вон на вон там вон шифере ночевал не знаю вроде как работает все нормально влагозащита в нем какая-то есть роса была но телефон работает вроде бы ничего такого не случилось хорошо хоть дождя не было и поэтому я сегодня решил разбавить поиски металлолома разборка металлолома это у меня еще осталось зимы тут всякий хламец будем сегодня заниматься разборкой на цветной металл дербанить всякую вот старую электронику вот это разберем вот здесь полная коробка тут вот полное ведро вот эти вот штуки разберем с вами из последнего видео очень много барахла у меня здесь развелось все валяется нужно прибирать за собой и чтобы слишком много мусора не валялось нужно избавляться от этого всего разбирать потихоньку до зимы доберегать не буду не буду тащить это все в дом разберем прямо сегодня весь чермет час кинем вот в этот мешок новый мешок завел под черный метал освободим стол и начнем что-то разбирать всем приятного просмотра друзья погнали весь готовый металл я уже сложил по отдельности здесь алюминий здесь у нас черный металл процессе разборки будет добавляться латунь медь будем складывать отдельно в конце видео все с вами взвесим черный металл кнопки пару проводов это все идет на мусорку сейчас еще вот эту вот раскроем пластинка с контактами оказалось латунные но она правда совсем невесомые это все чермет вот такая внутрянка в этом реле даже не знаю что отсюда и брать вот эти если сейчас попробую как нибудь откусить отсюда латунные вот эти контакты заберем это пойдет в платы теперь давайте вот эту вот штуку вскроем все разобрана черный металл вот этот корпус цинковый эта рукоятка тоже из цинка здесь еще на клепках есть такая железная деталь отделять ничего не буду вот такая вот штука тумблер какой-то это на мусорку тумблер разбирать пока не буду отложу и медь провода легко очищаемые но этим заниматься я сегодня не буду просто их отложим в кучку с медными проводами такие провода хорошо чистятся можно когда будет плюс 40 на улице заняться ими свободное время разобрал подставку из-под чайника здесь такое количество латуни медный кусок провода чайник здесь у нас латунь сейчас все это разберу за кадром и предоставлю готовый результат вот этот корпус из нержавейки он магнитится брошу в нержавейку не знаю какая она китайская не китайская не магнитная да и ладно во время разборки чайник немного пострадал чуть-чуть деформировался вот это бросаю в черный металл пластины металлическая чуть-чуть латуни в чайнике она казалась намного толще но совсем невесомые и медная пластина продолжаю разбирать свое ведерко нашел еще одну подставку из-под чайника сейчас приступим разбирать пластины свинцовые в сторону вот этот вот переключатель сейчас тоже разберем от холодильника алюминий моторчики тоже в сторону моторчики не разбираем вот такие вот штуки и вот сейчас достанем оттуда плату и вот такого бэтмена нашел в ведре которого находил выбросил его в ведро сейчас нашел закончил разборку очередного барахла это черный металл плату достал алюминиевый флакон кстати духи очень вкусно пахнут вообще прям четкие алюминий вот эту штуку я тоже бросил в алюминий здесь короче не металлическая вот это вот поверхность была здесь такая вставочка стояла из металла я ее убрал это можно смело кидать в алюминий тут конечно проходит вот такая вот проволока ну ничего страшного такое я бросаю идет в алюминий латунь и нержавейка тут у меня за охотники летают раскричались мою кошку испугали вам очень люблю я возиться вот с таким вот родом съемок разбирать это нудно не показываю на камеру каждый винтик откручивая зачем это надо кому это интересно просто показываю готовый результат но и для себя скажу не очень-то снимать такие вот видео мне нравится так как легче это делать под музыку а вот на камеру вот такой вот это вот разбирать ну блин не доставляет никакого удовольствия еще и комары с мошками надоели летом днем жара вечером комары домашки зимой холодно вы не поверите но я нашел третью вот такую подставку от чайника в этом ведре на дне лежала вот такая вот латунная ручка отсюда попытаюсь сейчас вы вытащить вот эти вот обломанные болты медь готовые и платы из-под принтера который я разбирал вот такой вот огрызок еще что касается самого ведра скорее бы его же разобрать вот алюминиевые банки здесь валяются вот еще контакты оттуда надо тоже снять всякого рода алюминий ничего здесь интересного нет вот тоже алюминий в общем тогда все вот это рассортирую тогда уже включимся друзья итак друзья с ведром полностью покончено нержавейка алюминий это тоже алюминий немного цинка вот столько получилось добыть из хлама латуни медь разобрал ремни безопасности черный металл также разобрал рулетку которая вся сгнила смотрите что стало офигеть тоже идет в черный металл ну и собственно болтики гаечки пружинки тоже в чермет также в этом ведре оказались алюминиевые консервные банки тоже отправляем в алюминий вот такие крышки алюминиевые они конечно ничего не весят но в одном из своих видео я такой собирал тоже бросаем в алюминий электротех и вот такие вот крышки да вот еще черный металл и вот такие вот крышечки которые тоже как-то собирал в одном из своих видео такие вот крышки алюминиевые водочные Из-под всякой минералки Здесь в основном все местные крышки Столицы нашей республики Да, кстати, за рекламу и демонстрацию Ликероводочный завод мне теперь должен Некую сумму Ладно, шутка Таких вот бутылок у нас валяется полно С крышками алюминиевыми Кто-то мне писал в комментариях Почему не собираешь Решил в одном из видео собрать Но это еще ладно Некоторые вообще зажимы от колбасы алюминиевой Собирают и ничего Пока уверенно лидирует алюмишка Почти полный коробок Недолго думая решил снять отсюда Медные трансформаторы Ее мы немного попозже с вами размотаем Пару минут и все готово Вот такие красавцы получились Еще даже медные провода торчат Разбираем вторую коробку Здесь сразу вижу моторчик какой-то Моторчик откладываем Медный провод тоже убираем Тут у нас и платы Вот эта ручка цинковая Сразу надо болт отвернуть Отложить в цинк В общем сейчас Что-нибудь отсюда выберу И начну разбирать Коробки тем временем Уже успела поселиться оса Я тут лазю сейчас руками Вот меня бы Долбануло сейчас за руку Сидит Спокойно И ничего даже не улетело На очереди очередная порция хлама Здесь у нас медный нагреватель Все нужно разбирать Вот такие вот штуки от патронов Несколько штук Всякие вот такие штуковины Даже не знаю от чего это Это было с разборки найдено С какого-то автомобиля Вот еще какая-то релюшка Медяха Тоже размотаем Всякие тройники Контакты Вот такой пересвет Это наверное Что-то связано с интернетом Не знаю У меня кабельного интернета Никогда дома не было Возможно что-то связано с этим Ну и вот тут всякие клеммочки Сейчас отойду в тенек И начну это разбирать Сегодня очень жарко В затылок пекет Сейчас куда-нибудь сяду в тенек И начну перебирать А потом посмотрим Что можно будет вытащить Вот с этого радиоприемника Здесь практически Ничего такого и не осталось Наверное К сожалению Один черный металл Итак Наконец-то все разобрано Спустя где-то два часа Если не больше И вот что получилось Кто-нибудь сейчас скажет Что я занимаюсь какой-то дрочью И я почти что соглашусь Да это полный дичь Разбирать вот такую вот мелочевку Такое оставлять Только на зиму теперь буду Я потратил ему времени Два часа точно Чтобы разобрать Вот этот кал Очень маленькие запчасти Просто жесть Каждый вот такой вот пруток Вытаскивать Вот Это просто Это просто жесть Жесть почему? Все прикипевшее Заржавевшее Вот остаются всякие болты Черный металл И отделять от латуни Очень-таки Проблематично Очень много времени уходит Чтобы что-то такое вот Достать Извлечь Вот он болтик сидит Он заржавевший Его вообще никак отсюда Не вытащишь Теперь только буду оставлять на зиму Так как летом Не буду тратить время Если только 40 градусов на улице будет И будет свободный день То можно посидеть и поколдовать над этим С музыкой например Ну а чтобы занимать таким процессом Полное видео То есть вот я сегодня разобрал ведро Вот коробку разбираю Но это полная жесть вообще Я не буду выбивать отсюда этот порошок Здесь внутри порошок Прямо так брошу Медный вот этот нагреватель Ничего не буду делать Сейчас все буду магнитить Смотреть Да Провода тоже оказались стальные Вот в этой коробочке Телефонный Вообще Один голый чермет Я надеялся Что там какой-то цветмет будет Даже провода вот Магнитятся Тоже из чермета состоят Сейчас буду все перебирать Сортировать И наконец-то Достанем платы С магнитофонов И будем завершать Сегодняшнее Бесполезное видео Практически доразбирал Остатки радиоприемника Вот это вот Что-то похожее А наверное даже Как в старых телевизорах ПТК Переключение Каналов Вот эта вот Штука Сейчас я тоже доразбираю Здесь попадаются Латунные винтики Вот алюминий Черный металл Вот эта вот рамка Цинковые Это тоже чермет Ну и здесь по мелочи Вот винтики латунные Попадаются Тоже латунная Лампочка Цоколь Ну и всякая ерунда В общем За кадром Также оставил Разборку Различных деталей Запчастей Которые валялись В коробке Вот алюмишка Здесь был болт Все отпилил В алюминий идет Кольцо вот такое Тоже в алюминий Ну и вот эти вот Запчасти тоже распилил Достал чермет Все алюминий Ручка вот такая Алюминиевая Такой вот кран С него снял Латунную гайку Еще разобрал катушки От удочек Вот эта вот Полностью цинковая была Видимо дорогая А та была Из пластмассы У нее только шестеренки Были цинковые В общем Ту пластмассовую я Поколупал Поколупал Выкинул А вот эту вот Цинковую разобрал Идет у нас Цветной металл Все уже пересортировал Тут у нас чермет Здесь цветной металл Потом еще распределю К взвешиванию Сейчас доразбираю Вот это вот Дело Посмотрим платы Также снимем платы С найденных Магнитофонов И разберем Трансформаторы И будем Подводить Итоги сегодняшнего дня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Разобрал все магнитофоны За кадром Не стал забивать хронометраж Первым у нас идет Древний магнитофон С советскими платами Остатки второго магнитофона Два моторчика Чермет И вот такие платы Плата третьего магнитофона И ПТК радиоприемника Это у нас видеомагнитофон Здесь еще я не доразобрал Немного Вот алюминьку Не вытащил Но разбирать я полностью Не буду до Талова Так как нет времени совсем Оставлю на потом Здесь еще вот Разматывать Это очень Занимает много времени Некогда Очень много дел И съемок И так уже видео Давно не выходит Снимаю сразу три штуки Достал моторчик оттуда Это тоже На разборку Тут еще при большом желании Латунь можно снять Основная доска Здесь такого ничего нет Интересного Плата уже современная И черный металл И вот еще платы Которые лежали в коробке Они где-то мелькали В одном из моих видео По платам у нас получается Два килограмма Нержавейка 362 грамма На очереди цинк Почти килограмм 137 грамм свинца Проводов на чистку и на обжиг 425 грамм Алюминий 2 килограмма 89 грамм 226 грамм латуни Чистый меди 236 грамм Ну и завершает все это дело Чермет Килограмм 738 грамм Мелкого чермета Крупного чермета Собралось Ровно 8 килограмм Итого у нас 9700 Практически 10 килограмм Черного металла Из всякого хлама Цветного металла Удалось достать совсем немного Но зато разобрал Весь свой хлам Теперь можно смело Везти этот весь мусор на помойку Больше такими делами Летом я заниматься Никогда не буду Лучше оставлять все на зиму Так как такие разборки Занимают слишком много времени Если разбирать Каждый винтик Болтик Доставать каждый грамм Латуни Меди Переводить сегодняшнюю разборку В валюту я не буду Так как металл совсем упал Будем дожидаться Хороших цен На металл Чтобы потом все это Выгоднее сдать Всем спасибо большое За просмотр Особенно тем Кто досмотрел до конца Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Всем удачи До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok